ребята всем привет продолжаем эпопею с такой нашей сегодня на повестке дня сцепления и так смотрите вот старое сцепление корзина да здесь у нас диск ведомый он кстати нормальный все хорошо с ним подшипник же мой отличный тоже вот него сняли ну потому что я купил новое и еще год назад было куплено значит смотрите здесь у нас тоже есть подшипник не знаю надо его смазать вскрыть смазать как вы думаете вроде как смазки теперь у нас пожалуйста видно 4 единицы а у нас еще тройка в конце 4 единицы 3 у нас а к триаловское сцепление с какими-то вставками здесь медными не знаю так и корзина смотрите теперь такая у меня идея возникла значит смотрите вот это вот нового типа корзинка тут больше лепестков значит наша задача сейчас проверить его не ставя на машину надо сделать какой-то проверочный стенд правильно сейчас мы посмотрим как у нас выглядит маховик машине и сделаем давайте какой-то проверочный стенд прежде чем это все на машину устанавливать так ведь так есть идея смотри вот старый значит какая была причина почему вело сцепление у нас даже где-то есть видео мы снимали помните туда лезли камерой вот это эндоскопом и смотрели там не полностью схватывала причина то вот она в чем как вот объяснить видите лепестки демпферная пружина здесь стоит когда мы и нажимаем она должна приподнять пятку вот эту увеличить зазор между маховиком и сцепление чтобы свободно вращался ведомый диск правильно сцепление будет выключена машина будет стоять это вы все знаете значит вот эта демпферная пружина она лопнула видите вот какой зазор владик видишь вот какой зазор видишь здесь вот почему да потому что там лопнула пружина в двух местах вот это с лепестками и видишь какие зазоры давайте сейчас рассверлим здесь я хочу здесь потому что мы вот эту часть и используем для стенда ну и кожух наверное да идея такая смотрите ставим диск новый или тот который хотим проверить ставим новую корзину сверху владик смотри как классно будет но надо вот эту пятку с имитировать как будто бы это маховик а в маховике там вот это вот часть по которой работает сцепление она наоборот выше по моему у нас в оке на 0,8 миллиметра выше в общей плоскости маховика поэтому мы сейчас снимем вот эту хрень как раз увидите как она устроена как демпферная пружина лопнула вот а потом как-то придумаем вот эту пятку немножко выше уровня вот этого вот всего в общем сейчас будем в процессе и выдумывать короче высверливаем вот таким образом когда вы смотрите мне ничего не получается да вот так решил короче говоря сверло уходит в сторону хотя и накернил может потоньше надо брать да придешь от вечно с работы уставший а тут еще блин машину какую-то надо делать вот видите ребята сточили не до конца чтобы здесь не испортить нам размер вот поэтому немножечко металла осталось и вот смотрите забила приставили ставили в тисочке и вот он уже пошла первая клепка если захотим собрать опять если вдруг такую пружину демпферную найдем отдельно новые клепки выточу на токарном но блин я думаю проще купить по моему 600 гривен такая стоит корзина и так ребята вот она не дали какая красавица у виду три трещины видели вот так владик учился с андрюха ездить на этой акте раз трещина два три владик понял как ты ездишь или это я блин это что да ну чё так вот плохо сделали а ребята я в шоке давайте рассмотрим хорошо значит вот пружины да у нас были на них держалась вот эта чугунная штука она чугунная вроде как по запаху чугунная лишь какой опыт металлист даже знаю что то ли это чугун это просто по литью вот вылета такая штука представьте но вместе с движком вращается и если ее не сбалансировать сцепление будет ребежать она тяжелая лишь 1111 это та 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 это заводская серпуховский завод делал везет это кто в серпухове живет наворовали вот таких советское время да а теперь продают сцепление то нет они не успели потому что в продаже только китай они вроде там германия белоруссия делает и так ладно давайте теперь что нам вот это ж не надо нам демпфер да а чтобы снять как владик его можно снять что вот эти все клёпки тоже выбивать то ну нафиг но это мне никак не хочется можно наверное вот так отверткой большой да это что же вот смотри пружинка да вот это как она сварена между собой чем поддеть да и вытащить ну а потом как вот эти лепестки все равно придется эти клёпки выбивать так не охота ничего но кстати ребята так похолодало сегодня 2 сентября 15 градусов вечером днем было 20 и дождь так хорошо только работа ладно сейчас подумай ребята видите как раньше хорошо делали вот это две дырки нельзя говорить дырки отверстия мастер нам по губам бил за это значит смотрите она была отбалансирована это пяточка видите два высверла но вот как теперь не знаю вот где тут китайская хрень подожди какая китайская разве это китайская железяк атриал чья фирма атриал там наверно китайская не написано шнеди так вот интересно а здесь тоже сбалансирована или нет а как ты увидишь расклепывать мы не будем не да нет конечно же холодина надо уже быстрее машину собирать и так мы слышишь началось с одной втулки рулевая втулка застучала какого фига я полез туда так ребята вот оно какое это сцепление короче все пришлось разобрать а вы думали сваркой до приварить ты думал да владико так взять переварить сварка здесь да и она пищу послужила да да фиг там расшатаются представь нагрузка она с такого материала как пружина понял представь сколько переключений и так как снять все-таки высверлил все смотрите но не до конца чтоб не испортить вот этот диаметр а вдруг у вас будет желание у меня на путаю восстановить это сцепление вдруг кто-то из зрителей скажет а вот серёга там вот продается вот это демпфер на хрень и продают их отдельно времена не те и так берем какую-то головку подходящую до 19 вот такой берем металлический этот хрень что пол не побить гараже так сюда должна вот эта заклепка влезть он он так сюда не пойдет лишь ты будешь бить бить как дурака толку вот так надо повернуть немножко их высверлили и теперь смотри вставляем вставляем зубила вот держать надо кому-то ну ладно я сам смотрите какой я хитрый ногу подключил к этому выбиваем потоньше теперь бывший метчик видишь поломанный выбили заклепочку оставляю их пока вдруг вот такой надо будет точить когда-то чтобы размеры хоть знать да все заклепки здесь оставлять кстати вот эти не надо пружины тоже сильно сюда мы и будем смотрел вот и что пока ты там где-то ходил сайты сделал новые а я смотри слесарь механик придумал вот так же она стояла до приклепана теперь мы поставим вот так но здесь болты такие ставим с гайками а может даже здесь резьбу нарежем и их можно будет ими настраивать высоту смотри вот это пятки высоту чтобы сымитировать маховик понял на маховике что тебя тоже вот такая ответная часть до выступ там 08 а вдруг ты ездил ездил этот 08 у тебя уже стерся и будет вот так вот все ровно ровный маховик еще и токарь тебе проточит возьмем да и ты тогда вот тут будешь выставлять ровно короче это такой стенд у нас получился офигенный я сам шоке и вот так на трех болтах вот новое сцепление будет как-то крану крепится просто но вот эти да вот и сверху какой-то сделаем механизм придавливать можно на сверлильном лишь станке смотрите сюда можно же так вот придавить сделать такую пяточку придавил и посмотрел ну это вечно зависишь от этого станка а мы как-то по-другому сделаем то просто ребята разница смотри есть раз ну да владик видишь тут окно вот такое здесь такое вот так далее прислали ну крепление это одинаково под болты до направляющая и два болта тут больше лепестков тут 12 по моему да вот здесь дофиге еще лепесточков я не знаю это лучше или 71 1111 какой-то еще номер я не знаю сколько она прослужит так что ребята теперь вы от нас еще лет 16 не должны отписываться вы будете ждать и смотреть сколько лет она прослужит блин 20 лет пристав прослужит им придется 20 лет нас терпеть так ребята все доделали доделали блин это только между вот этим видео что было до этого и вот это сейчас видео неделя целая прошла камерка нашего вообще сдохла не держит уже минут 5 до снимает 10 5 10 5 короче говоря купили новую камеру соньку не знаю приехать должна 14 числа и тогда мы вам будем снимать роликов поверьте так ладно темы ушли сегодня опять суббота какая суббота пятница господи вообще в голове уже все итак смотрите съемник сделал сделал съемники старой корзины ой какой съемник стенд стенд там кум правда обещал мне маховик когда-нибудь каких-то жигулей будет лучше стенд чем вот этот ну в принципе эти можно проверить как вам стенд страшно сложно ладно сначала показываю как он работает 19 два ключа и так новое сцепление пришли нам да давайте проверим работает он или нет вот видите внутри ведомый диск видите он сейчас не двигается его фиг подвигаешь силы не хватит сейчас я покажу как это работает а потом покажу как это устроено теперь смотрите вы сидите в машине и нажимаете педаль сцепления нажимаете нажимаете все нажали и теперь диск пожалуйста все все увидите двигатель начинает но крутит двигатель маховик во вращении до сейчас находится допустим коробка передач у нас связано с вот этим ведомых диском а коробка передач ничего на нее не передается то диск стоит на месте а вот это у вас маховик представьте с вот этой корзиной сцепления новой все крутится правильно и вы смотрите они где там не заедает ничего вот можете зазор проверить по книжке не буду там говорить в оке там 1 и 2 миллиметра надо не больше чтоб вот этот зазор был поняли вот а в другой машине то может быть другое то есть смотрите книжки по своим автомобилям а вообще хочу сказать ну просто даже на глаз у нас все на глаз смотрите а ну вроде как сюда четко смотрите свободно вращается легкая леска все теперь надо его по центру выставить ну вот я по бокам сейчас возьму примерно видите видишь видно весь этот демпфера он видно по центру выставил ой хотя зачем это же просто стенд и вот вы отпускаете педаль сцепления и теперь давайте рассмотрим как это устроено все теперь ты не подвинешь лишь все твердо сцепление сцепилось итак смотрим как это сделали на гайка это дверной ручки какая-то шайба это старый выжимной вот старый но он хороший никакого люфта абсолютно нет то есть вот это завода мы эту машину покупали вот она пожалуйста 16 лет от хирякова вот этот подшипник то есть выжимную сжали правильно снизу что у нас снизу валялся какой-то у меня шкив приготовленный для станка чтобы сделать наш токарный станок вот этого частотника вот ну так и валялся короче говоря здесь можно даже снизу вот этого сцепления можно просто какую-то пластину поняли то есть это просто чтобы вот тут этот болт зажать кстати смотрите ведомый диск 3 3 4 единицы а карта то есть вот у нас старая корзина блин а что я неделю назад вот снимал что я им рассказывал кто помнит никто не помнит ладно поэтому по догадкам теперь надо смотрите разобрать вот эти вот шесть болтов которые симметировали как будто бы к маховику мы прицепили правильно сейчас откручу и так открутили вот 6 болтов держали эту корзину то есть вот это новая корзина видите теперь смотрите вот новый ведомый диск вот наша старая корзина я ее разобрал все расклепал прошлых видео наверное снял это не помню ну наверное же снял вот теперь смотрите нашел три таких бултика и выставил вот этот нажимной диск который был в старой корзине я кстати его отполировал он был неровно видите спален дети катались на океана нашей андрюха сладиков и они сожгли немножко вот этот диск у меня же нет теперь смотрите вам надо вот этот вот эту старую корзину что я сделал я с имитировал будто бы это маховик у нас в оке маховик там вот эта пятка то есть там вот такой маховик сейчас покажу и вот эта пятка она на ноль целых восемь десятых миллиметра больше чем вот этот основной ну чтобы быть не быть голословными идемте покажу не выключая прямо так вот пошли по дороге покажи розы сравнят вот в эту эту сонюки сравните вот эту какая у нас 220 сонни да да по моему красиво передает цвета и скоро нам приедет соня 3000 ма завтра точно суббота сегодня пятница так вот маховик уже темнее вот наш маховик в этой оке пяточка вот это видите по которой работает сцепление она чуть чуть выше сюда но 0,8 чем вот этот основной размер дальше идем то есть у меня там за всю жизнь сколько машин разных было начинал от запорожца mitsubishi l300 ну что только не было короче я и таврия всякая хрень была я просто не помню размеры вот этих маховиков они у каждого разные но я думаю получится на любом автомобиле взять старую корзину и вот с имитировать вот этот маховик то есть я взял вот эти зажал болты вот здесь гайками получается я могу регулировать от основной вот этой корзины вот эту пятку выше ниже то есть я взял щупы вот так приложил щуп здесь положил линейку вот так вот поняли и выставил зазор 08 вот здесь с трех сторон то есть получается вот это вот у нас крепление было на старой корзине старая вот эта корзина она цеплялась вот так маховику теперь это будет как будто бы маховик ну блин ну поняли нет ну скажите хоть что-то кивните я не знаю андрюс да понял не теперь вы берете корзинку старую новую без разницы устанавливаете новую корзину вот она смотри кстати какой зазор видишь наш подпружинена сейчас вот когда вы зажимаете эти болты этот зазор уходит то есть прижимается и вас имитируется как будто бы в эту корзину на маховик нацепили вот эти кстати лепестки видите как изогнуты сейчас немножко вот так а когда мы видели было перемотайте назад когда вот мы соединили вот это все здесь они ровно встали и потом когда нажимает вашего жену еще сильней он оттягивает эту пятку вот это пружина кстати да мы сняли до в прошлом видео как у нас раскололась вот эта хрень там у нас 12 лепестков а здесь смотрите больше может быть это корзина будет лучше служить не знаю триал ну все ребята не будем тянуть этого хвоста заход сегодня пятница вечер надо все что-то нам собирать быстрее скорость зима у нас машина раскидана по всему двору в общем посмотрите сколько съемников вот в итоге получилось видите вот это все что мы точили делали там еще какие-то идеи у меня были вспомню сейчас что-то еще надо выточить забыл все всем пока